Добрый вечер! На канале Бук ТВ большие итоговые новости в студии Виталия Матюшин. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Итак, смотрите сегодня. 80 лет на страже экономической безопасности страны. Брестская таможня, старейшая таможенная служба Беларуси отмечает юбилей. О 80-летней истории ведомства и планах на будущее расскажет Мирослава Коваленко. Компания, воробьев и партнеры, победитель городского конкурса, две площади, одного квартала. Анастасия Наздрин-Плотницкая провела параллель между прошлым, настоящим и будущим рыночной площади. В чем главный успех жилищно-коммунального самоуправления? В тонкостях работы председателя товарищей собственников и в целом, в особенности функционирования системы, разбиралась Виктория Нечаева. Уже 80 лет представители Брестской таможни на страже экономической безопасности страны. Старейшая таможенная служба Беларуси отмечает свой юбилей. Чествования по случаю значимого праздника прошли в областном общественно-культурном центре. Зал был полон людей в погонах, среди которых немалая часть представительниц прекрасного пола, которые днем и ночью следят за спокойствием государственной границы. Ежесуточно в таможенном отношении оформляется 1200 железнодорожных вагонов, 2000 автопоездов, более 6000 легковых автомобилей. Границу пересекают свыше 20 тысяч граждан различных государств. О 80-летней истории Брестской таможни и планах на будущее в материале Мирославы Коваленко. Брестская таможня образована 20 ноября 1939 года. Тогда к работе приступили 12 сотрудников. Спустя 80 лет коллектив увеличился до полутора тысяч человек. Сегодня Брестская таможня – одна из крупнейших и старейших в системе Государственного таможенного комитета Республики Беларусь. В ее структуре 10 таможенных постов, 25 функциональных отделов, 24 пункта таможенного оформления, 19 из которых работают круглосуточно на границе Евразийского экономического союза. Огромное количество людей пересекает границу. За прошлый год 8 миллионов человек пересекли границу в зоне деятельности Брестской таможни. Это 85% населения Республики Беларусь. Я уже как-то приводил пример, что если остановить поток транспортных средств грузовых, которые проходят в зоне деятельности Брестской таможни, в одну сторону в течение суток, это будет очередь растянется на 100 километров. Поэтому эти цифры говорят за себя. Но мы при этом готовы сегодня увеличить в том числе скорость прохождения. Все для этого сегодня делается. Мы минимизируем сегодня временные затраты с момента въезда в пункт пропуска до выезда, чтобы в том числе и минимизировать затраты субъектов хозяйствования на пересечении государственной границы. На границе регулярно улучшается инфраструктура и модернизируются пункты пропуска. Благодаря этому они оборудованы по последнему слову техники, оснащены новейшими средствами таможенного контроля, компьютеризированы и подключены к высокоскоростным информационным линиям. Но в этом деле нет предела совершенству. В настоящее время на белорусско-украинской границе ведется реконструкция пункта пропуска Верхний Теребежов, окончание строительства которого запланировано на декабрь 2020. Если мы сегодня говорим о транзитной привлекательности, то я с полной уверенностью могу вам сказать, что наша инфраструктура сегодня позволяет нам на всех участках выполнять поставленные задачи. Вы, видимо, знаете, что единственное, что у нас сейчас идет строительство в направлении Украины, это Верхний Теребежов. В конце следующего года мы планируем завершить строительство этого пункта пропуска. И я уверен, что это будет один из лучших и самых современных пунктов пропуска на границе с Украиной. Конечно, немаловажным аспектом работы Брестской таможни является сокращение времени, которое затрачивается на пересечение границы. Но мы же с вами говорим о том, что мы должны сократить временные затраты на время пересечения, поэтому это и система зеленых-красных коридоров, это и бесталонная система, то есть электронная система учета транспортных средств, это и минимизирование влияния сотрудника на ситуацию, это система управления рисками. То есть у нас много нюансов, которые мы, конечно же, учитываем в процессе нашего. 80-летнюю историю Брестской таможни показали в небольшом фильме, подготовленном специально круглой дате. На сцене звучали поздравления от председателя Государственного таможенного комитета Юрия Сенько, других официальных лиц и, конечно же, от мэра Бреста Александра Рогачука. От имени жителей тысячелетнего и уже два дня как чемпионского города я хочу поздравить вас с замечательным юбилеем и поблагодарить вас за вашу глубокую интеграцию в городскую жизнь в образовательной сфере, в спортивной сфере, в военно-патриотической работе, в спортивных общих проектах и особенно за те многочисленные мероприятия, посвященные нашему милиниуму, которые прошли в том числе и с вашей помощью. Во время торжественного мероприятия за добросовестную службу были поощрены более 40 сотрудников Брестской таможни, семеро из них государственными наградами. Среди гостей праздничной церемонии были как молодые сотрудники Брестской таможни, так и ветераны службы. Я работаю около года. Я работаю в качестве молодого специалиста. Это моя отработка. Я целенаправленно выбрала именно Брестскую таможню в качестве своей отработки. Я бы сказала, что это мужская работа, но так как у нас в Беларуси девушки сильные, конечно, для нас эта работа нам дается, в принципе, с трудом, но дается. У нас работа очень была ответственная, очень сложная. Она требовала скрупулезности, она требовала внимания, внимания к людям. И в то же время необходимо было стоять на охране государственной границы и защищать интересы государственной границы, находить контрабанду, пресекать, пресекать нарушителей таможенного законодательства. Мне очень приятно, что проработав 33 года, мы оказались в таком коллективе, замечательном коллективе, потому что очень много ветеранов, работающих сейчас и уже ушедших в отставку, помнят прекрасные годы, проведенные во время службы. Несмотря на 80-летний юбилей ведомства, сотрудники Бресской таможни не расслабляются ни на минуту. Сейчас граница в ожидании новогодних праздников. Для пограничных и таможенных служб – это горячая пора. Пассажиропоток увеличивается в разы. По словам сотрудников таможни, несмотря на это, путешествие будет комфортным. Для этого в пунктах пропуска сегодня есть все возможности. Мирослава Коваленко, Павел Малошон и Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ. Вы смотрите программу «Итоги недели» на БУК-ТВ. Говорим об актуальном для каждого из нас. Брест в преддверии своего миллениума стал краше и современнее. Проведенные в городе реконструкции приблизили его к меркам европейским, сделав более уютным и аккуратным. Статус тысячелетнего теперь накладывает на развитие областного центра особую ответственность. Поэтому планы по совершенствованию и перепроектированию кварталов продолжаются. В центре внимания в последние несколько месяцев территория старого автовокзала и рыночная площадь, находящаяся в непосредственной близости. Этот небольшой участок в центре города в ближайшее время должен пережить ренессанс и стать местом притяжения горожан, а не их транспорта, который сегодня разместился на большой парковке. Рыночная площадь Бреста во все времена была особенно живой. Здесь проводили ярмарки, встречи, праздники, что подтверждается архивными фотографиями. Такой же для людей она и должна сохраниться. Параллель между прошлым, настоящим и будущим и рыночной площади провела наш корреспондент Анастасия Ноздрин-Плотницкая. Настоящая снежная зима. То, чего так не хватает берестейцам в последние несколько лет. Приятная суета людей, рождественские хлопоты, художественная реконструкция рыночной площади принадлежит Перу архитектора Павла Кискевича. С помощью графического планшета и нескольких программ для визуализации, опираясь на карты и схемы старого города, Павел постарался воссоздать образ улицы, существовавшей в 18-м столетии в Старом Бересте, располагавшемся тогда на территории крепости. Есть пробелы, скажем так, в нашем восприятии исторического центра. Очень многие считают исторический центр улицы Советской. И многие даже не знают о том, что был на территории крепости когда-то шикарный европейский город. То есть, наверное, вот это основная идея, напомнить, дать представление о том, каким он мог бы быть. Есть замечательные работы и Татарниковой, и Фетисовой. Ну, у них свой взгляд, у каждого свой взгляд, естественно. Вот я решил свою версию. Вот недостроенный храм, он таки не был достроен, позже был переделан под Белый дворец, в котором был подписан Брестский мир в конце Первой мировой. Вот. Слева не сохранилась, вообще не сохранилась церковь, в которой была подписана Брестская церковная уния. Вот. Ну и затем далее выходим где-то, вот получается, сразу за этим храмом сейчас вечный огонь. Творческая мысль многогранна. Со временем Павел планирует таким образом восстановить и другие утраченные объекты, чтобы показать их брещанам хотя бы на странице в Инстаграм. А вот так выглядит рыночная площадь 21 века. Хотя нет, скорее, наверное, 20-го, потому что на этой территории достаточно давно не проводились никакие изменения. А после того, как новый автовокзал переехал на другую территорию, площадка и вовсе опустела. Парковку заполонили автомобили, а сама территория сегодня просто огорожена. Она в ожидании своей новой судьбы, как и в целом территория квартала, ограниченная улицами Мицкевича, Карбышева, Куйбышева и Пушкинской. Здесь же по-прежнему возвышается водонапорная башня, о судьбе которой в социальных сетях не раз появлялись различные истории. К горожанам, проходящим здесь изо дня в день, до сих пор непривычна тишина. Они надеются на то, что со временем вся площадь будет жить. И в первую очередь для людей. Кто-нибудь красивый, я думаю, если детская будет, то здесь будет ярко, красиво, и чтобы здесь погулять можно было. Для людей, конечно, лучше что-то для людей. Может, какие-нибудь, не знаю, скверик разбить тоже небольшой с лавочками. Так посидеть там с семьей. Первым шагом определения дальнейшей судьбы территории стал конкурс, организованный городским исполнительным комитетом. Из 11 представленных на суд жюри проектов победу одержала концепция компании «Воробьев и партнеры». Архитекторы постарались максимально сохранить существующее, дополнив его новыми нотками. Согласно проекту, зону по интересам здесь может найти любой горожанин. Моя задача была сделать какое-то очень удобное пространство для горожан. То есть это не какое-то одно здание большое, в котором можно находить массу функций. А наоборот, функции должны находить человека, пешехода, который гуляет по улицам, по этому кварталу, перемещаясь с одной площади, с одного сквера от одного здания к другому. То есть основная идея была создать хороший средовой объект, который был бы интересен и жителям города, всех поколений, от детей до взрослых, также и как был бы одной из таких замечательностей, в которой люди, прогуливаясь по улицам, могли бы туда заглянуть. Проект 21 века впечатляет своим форматом. Максимум доступного пространства. Причем, как на территории старого автовокзала, так и на самой рыночной площади. Квартал улиц Мицкевича, Карбышева, Куйбышева и Пушкинска делится на три основных зоны. Здесь разместится рынок, подземный паркинг, музыкальная и детская площадки, кафе, предусмотрен и выставочный зал. Причем, ничто не ограничит человека проходить из одной части в другую. Удобно и современно. Квартал будет делиться на лоты, которые могут брать разные места, разный застройщик, и просто в одной концепции, не нарушая проект, их реализовывать. Проект компании «Воробьев и партнеры» включен в план развития Бреста. А это значит, что преобразование и качественные перемены ждут эту часть города уже скоро. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Павел Малошонок, Эдуард Букунович, Александр Макаревич. Итоги недели. Содержание жилого фонда. Материал на эту тему продолжает выпуск. В Беларуси существует ведомственное жилье, жилой фонд, который обслуживается силами коммунальных унитарных предприятий, индивидуальная застройка и кооперативы. О последних и пойдет разговор. Точнее о том, почему альтернативная к государственным жилищно-коммунальным службам форма эксплуатации жилфонда кооперативами работает эффективнее. Всего в Московском районе более 430 товариществ, собственников и кооперативов. В них работает свыше 250 председателей. В тонкостях их работы и в целом, в особенности функционирования этой системы, окунулись наши корреспонденты. В чем главный успех жилищно-коммунального самоуправления, детально и подробно рассказывает Виктория Нечаева. Дома товариществ собственников Нарокоссовского хочется назвать одним из лучших образцов того, какими красивыми и современными могут быть дворовые территории. Под окнами живые красавицы ели привлекает взгляд. Яркая детская площадка, есть и камеры наблюдения, и повсюду идеальный порядок. И все это оборудовано руками и средствами жильцов, которые уверены, их зона ответственности начинается не с входной двери, а с внешнего вида двора. Это главные признаки того, что здесь есть хозяева. Опыт работы и деятельности наших организаций-застройщиков, которые у нас есть как товарищесособственников, так и жилищно-потребительские кооперативы, опыт показывает, что ЖПК и ТС, они более мобильные, они более организованные, и территории содержатся гораздо лучше, чем дома, которые по привычке, наверное, традиционно люди привыкли жить еще с Союза, когда они приватизировали свои квартиры, и за них думало государство. Поэтому вот эти стереотипы, наверное, пора менять, и все-таки думать о том, что надо содержать максимально и вкладываться самостоятельно. Председатель шести товарищества собственников Елены Фомина эффективно справляется с непростыми для женских плечей задачами управления многоквартирными домами. Опыт работы председателем товарищества собственников шесть лет. Она – то самое связующее звено между жильцами и коммунальными службами. Мы называем себя вечные студенты, потому что совершенствуемся, что-то узнаем, законодательство меняется. У нас очень часто, вот у нас сейчас уже лежит настольная книга, это новый жилищный кодекс, который с 1 января вступает в законную силу. И вот у меня лежит папочка законодательства. За мои шесть лет работы, сколько всего поменялось и сколько надо знать. Потому что когда приходят жильцы на прием, задают вопросы, мы не просто должны им дать ответ «почему так», а обязательно ссылку на законодательство. В некотором смысле Елене Фоминой пришлось перезагрузиться. По первому образованию она экономиста, но с вступлением в должность председателя товарищества поняла, нужно быть подкованы и в психологии, и в юриспруденции. Ведь председатель – это лицо, которое не только анализирует затраты, но и объединяет людей и собирает в себе воедино массу навыков. По сути, это лицо всего дома. Важный и основной момент в нашей работе, как будет работать наше товарищество собственников, это все определяет общее собрание. И здесь опять мы сталкиваемся с проблемой, что люди очень слабо принимают участие. Их надо убеждать, звонить, просить, доказывать, что вы должны прийти на общее собрание. Потому что если собрание не состоялось, мы не приняли решение, мы не утвердили смету доходов и расходов на следующий год, то деятельность товарищества, по сути, должна остановиться. Это очень важно, чтобы в начале года состоялось собрание, были все приняты решения. И когда принято решение, нам в одно удовольствие – работать и выполнять эти решения, и видеть результат. В товариществе собственников работают ревизионные комиссии, которые по итогам года приходят, они проверяют всю финансовую деятельность товарищества. Как работал председатель, куда расходовались средства. Средства расходуются только по утвержденной смете. Мы не имеем права больше тратить куда-то деньги на свое усмотрение. Мы этого не делаем. У нас такого права нет. И далее составляется акт ревизионной комиссии. На собрании ревизионная комиссия перед всеми жильцами, она отчитывается, куда ушли их деньги, по направлению, либо есть какие-то замечания. Да, отчетность здесь строгая. Ремонт ограждений и труб, ответственность за качество воды и подачу тепла, работа с документами, в том числе и с паспортами, инженерное и страховое дело. Это и многое другое контролирует председатель товарищества. Елена, конечно, может и не знать тонкостей работы системы электрики, сантехники и теплового узла, но всегда интересуется любой деталью. А разобраться в нюансах помогает небольшой штат работников. Должность председателя кооператива – это, ну, включает в себя маленький жест. Он практически в одном лице руководителя, с небольшим штатом, дворника, уборщика, сантехника, электрика и паспортиста, он объединяет в себе все проблемы жильцов этого дома, этого кооператива. И та ответственность, которая на них лежит сегодня, она, наверное, недооценена немного жильцами. И очень важно отметить, что председатель самостоятельно не принимает решения и не должен принимать, он не имеет права их просто так принимать. Он обязан исполнять решения общих собраний. А вот активность граждан сегодня, к сожалению, для участия в общих собраниях и принимать решения, в том числе финансовые, по деятельности совместного домовладения, по деятельности кооператива, к сожалению, очень-очень малая. Активность слабая. И в этом направлении нужно работать всем – гражданам, администрации и председателям. Но есть, конечно, и другая сторона медали – жильцы-активисты. Если спросить, готовы ли они отказаться от самоуправления и перейти в содержание ближайшего ЖЭСа, ответ будет категоричным. Надо самим наводить порядок. Особенно, когда снег придет, шофера поставили свои машины и жалуются, что он никак не выехает. Так возьми лопатой и пять минут поработай. Большое значение имеет работа, конечно, нашего председателя, жилищного нашего товарищества. Постоянно, любой вопрос – электрик, сантехника. Что-то такое на лестнице случилось, лампочки перевела. Председатель всегда выходит в любое время на связь, дает возможность, указания, и в тот же день все эти неисправности устраняются. Должно сказать, что в этом отношении каких-то претензий, каких-то вопросов нет. Намного удобнее, чем когда мы жили и ЖЭСа нами занимались. Товарищество собственников – это маленькое государство со своими законами, правилами и даже традициями. Сегодня, к примеру, здесь готовятся к Новому году. Вскоре подъезды украсят гирляндами, приобретут и другой вид, и зеленые красавицы ели. Такие моменты доставляют жильцам радость и, главное, желание не быть безучастными к судьбе собственного дома и двора. Виктория Нечаева, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Итоги недели. В продолжение темы. Брест – очень чистый город. Пожалуй, такую похвалу жители областного центра слышат практически от каждого приезжего. Конечно, такой комплимент заставляет улыбнуться любого брещанина. И показатель чистоты – заслуга не только дворников, работников жилищно-коммунальных и санитарных служб. Руку к порядку на улицах прикладывает каждый житель, выбрасывая мелкий мусор в урны. Насколько город над Бугом оборудован этими самыми урнами и всегда ли есть возможность ими воспользоваться? Мирослава Коваленко прогулялась по центральным улицам и узнала мнение брещан. Часто из уст гостей города можно слышать, что Брест – европейский город. На улицах чистота и порядок, газоны пострижены, тротуары выложены красивой плиткой. Но многие коренные брещане воспринимают эти слова не более чем лестный комплимент, потому как воочию видят белые пятна города над Бугом. Отсутствие урн в некоторых точках областного центра заставляет задуматься, неужели их так тяжело туда поставить. Вы выбрасываете мусор в урну или мимо? В урну. Всегда? Да. А вот сталкивались с такой ситуацией, что идете по городу, нужно выкинуть мусор и негде? Ну, иногда есть, но я беру, ложу в карман и иду до ближайшего мусорника. А где такие места территориально по городу? Можете вспомнить? Ну, в основном это на таких жилых районах, где мало людей проходит. Бывали такие места, когда идете по городу и просто некуда выкинуть? Да, да, таких мест много. Где, например? Например, на набережной. Очень большие промежутки, когда ты просто, я, конечно, прошу прощения за откровенность, у меня собачка. Ну, и я за собакой своей тоже убираю. Я считаю, что это правильно. И вот я собрала это все в пакетик, и я с этим пакетиком могу гулять очень длительные промежутки дороги. Очень длительные. Это может быть набережная, это могут быть бульвар. Как оказалось, брещане в проблеме нехватки уличных урн не одиноки. Гости города также сетуют. С аналогичной проблемой можно столкнуться в любом уголке страны. Вы вообще из Бреста? Нет, мы из Минска. В Минске дела с мусорками тоже обстоят, так не везде, да? Ну, зависимо от района, в каком районе проживается. Ну, в центре, естественно, везде мусорки будут стоять. То есть, где-то, не знаю, тракторный завод там или автозаводская, то там как-то не очень обстоят дела. В городском ЖКХ, как таковой, мусорные проблемы не видят. На балансе города закреплено достаточное количество урн. Обращений с жалобами от горожан не поступало. А скопления мелкого мусора посреди улиц обнаружено не было. Как таковой проблемы, по-моему, не существует. Сегодня у нас на балансе коммунального предприятия «Коммунальник» больше 2100 штук урн. Они установлены, как правило, на центральных улицах города. В первую очередь, расстановки, переходы. Если говорить об урнах, которые должны быть установлены на входе в торговые объекты, то здесь дела обстоят сложнее. Собственники не всегда спешат их устанавливать, и дело вовсе не в стоимости. Таким образом, некоторые торговые точки нарушают законодательство. Есть положение, что торговые предприятия, все должны быть обеспечены урнами или местами, куда люди могут выбросить свои бумажки, отходы, как угодно. То есть, все улицы, на которых расположены торговые точки, эти предприятия должны иметь возле входа в урну. Этой проблемой занимается администрация районов. Они проводят постоянную работу. Управление торгового, не говорит, с полкома еще. Они проводят постоянную работу, чтобы взять улицу Советскую, в обязательном порядке, чтобы для каждого предприятия торговли было урно. Торговые объекты, они не сильно спешат соблюдать установленные требования. Должную санитарную обстановку поддерживать на территории города. У нас возникают и премии тоже, мы вносим предписания. Субъекты хозяйства не сопротивляются, не хотят устанавливать. Но в целом, если оценивать, то все все равно потом устанавливают, понимают их значимость для того, чтобы поддерживать должную чистоту в городе. Есть и такие торговые объекты, которые сопротивляются урнам очень долго. И тогда дело может дойти даже до суда. Каждый из нас время от времени сталкивается с уличными мусорными урнами. Чеки, талончики, обертки – все это цивилизованный человек не должен кидать, где попало. Но так не всегда получается. Ведь не везде в шаговой доступности можно встретить урну, говорят брещане. Посмотрим, как обстоит с этим дело в центре города. Пройдясь по Брестскому Арбату, выводов на эту тему можно сделать несколько, причем как положительных, так и отрицательных. На Пешеходной Советской картина такова. Посреди улицы много газонов и малых архитектурных форм, да и урн хоть отбавляй. Но на входах в магазины и учреждения они попадаются гораздо реже. Только половина всех торговых объектов на Советской оснащена уличными урнами. Остальные то ли не в курсе этого положения, то ли просто его игнорируют. Но специалисты Центра гигиены и эпидемиологии утверждают, мало только установить урны. Нужно еще и своевременно их очищать, что тоже не всегда происходит. Причем вопрос чистоты касается и урн на остановочных пунктах. И эта проблема всегда под контролем. У нас еженедельно по средам организовано дежурство, мобильная такая группа при ЖЭСах. Специалисты нашего Центра, они закоплены за каждой территорией города, они вместе с представителями ЖЭСов организовывают такой рейд по территории и направляют субъектам хозяйствования и на объекты предписания и рекомендации о выполнении нарушений, то есть поддержания должностного санитарного порядка. И если мы видим, что где-то не видно положительной динамики, как бы урны, ну всегда, как бы каждую неделю приходишь, а там всегда мусор, как бы урны переполнены, нет должного порядка, туда уже принимаются административные меры в отношении субъектов хозяйствования, составляются протоколы и вносятся постановления административных правонарушений. Ситуация с урнами в городе неоднозначна. Есть виновники, предусмотрено и наказание. А жителям и гостям областного центра остается лишь быть цивилизованными. И если на пути не встречается урна или она переполнена, культурный человек не выбросит мусор на землю, а донесет до следующего мусорного бака. И это уже вопрос совести, а не буквы закона. Мирослава Коваленко, Эдуард Бакунович, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ. Сейчас о других событиях и мероприятиях. Всемирный день борьбы со СПИДом проходит 1 декабря. О вирусе иммунодефицита человека жители нашей планеты узнали в 1981 году. С тех пор ВИЧ охватил практически весь мир. С момента начала эпидемии более 78 миллионов человек были инфицированы и порядка 35 миллионов умерли от болезней, обусловленных СПИДом. По оценочным данным Всемирной организации здравоохранения, в мире число людей, живущих с ВИЧ, составляет более 37 миллионов человек, в том числе около 2 миллионов – дети в возрасте до 15 лет. Ежегодно от сопутствующих СПИД болезней умирает около 1 миллиона человек. Для Беларуси эта проблема тоже актуальна. По состоянию на 1 октября 2019 года на территории Республики Беларусь проживает более 21 тысячи человек с ВИЧ-положительным статусом. Только за текущий период года в Брестской области выявлен 131 случай. Как люди воспринимают это диагноз и как живется тем, кто находится в статусе ВИЧ-инфицированных, узнавала Мирослава Коваленко. В консультативно-диспансерном кабинете Брестской областной больницы никогда не бывает пусто. Заведующая Людмила Костюкевич уже привыкла, что ее пациенты не слишком разговорчивы, а скорее перепуганы. Сюда приезжают люди со всей Брестской области с одной целью – сделать анализ на ВИЧ. Современные экспресс-тесты позволяют по анализу крови за 5 минут поставить диагноз. Но чаще всего сюда попадают те, кто уже знает о своем неутешительном диагнозе. И реакция у таких людей абсолютно разная. Кто-то, наверное, внутренне где-то готов к тому, что у него может быть такая проблема, если допускал погрешности в своем поведении. А для кого-то это настоящий шок. Но вообще-то вы знаете, что мы никогда не говорим о том, что у человека ВИЧ-инфекция, потому что, во-первых, это только первый результат, и мы должны его подтвердить более такими детальными обследованиями. Но вы знаете, даже уже по поводу, много лет работая с этими пациентами, даже те, которые у нас наблюдаются многие годы и лечатся, причем успешно лечатся, они все равно не все верят в то, что у них это есть инфекция. Кто-то не может смириться со своим диагнозом, а кто-то принимает его, продолжая жить дальше. Так случилось с жителем Брестской области, назовем его Н. Мужчина узнал о своем статусе ВИЧ-инфицированного еще в 2009-м. За эти 10 лет он многое осознал и понял, что здоровье не купишь ни за какие деньги. Энн регулярно приезжает наблюдаться у Людмилы Костюкевич, сдает все анализы и принимает нужные лекарства, которые не дают его иммунитету сломаться. Ничего не изменилось. Я вовремя начал получать лечение, ну, как бы, таблетки пить. И начал вовремя получать лечение. И у меня при этом я совершенно нормальную жизнь живу. Все, совершенно себя спокойно чувствую. Энн не скрывает, что когда узнал о диагнозе, долгое время находился в некой прострации. И это состояние неизбежно для любого ВИЧ-инфицированного. Главное, не бояться узнать правду, говорит мужчина. Здесь нечего бояться. Нужно принимать терапию просто. И все. Ну, и не забывать вести правильный образ жизни. Правильно? Как вы уже поняли на своем опыте. Вы знаете, на моем образе жизни ничего не изменилось. Просто я принимаю терапию, и у меня все нормально. На 1 ноября этого года в Брестской областной больнице выявлен 131 человек с ВИЧ-инфекцией. Из них 60% женщин и 40% мужчин. Эта цифра меньше, чем за прошлый год. В среднем за последние 10 лет выявляется от 150 до 170 таких случаев по всей области. И сегодня практически каждый может оказаться в группе риска. Но все-таки более уязвимые контингенты – это люди, которые практикуют нетрадиционные сексуальные отношения. Это, так сказать, работники секс-бизнеса. Это потребители инъекционных наркотиков. Вот это такая наиболее уязвимая группа. У них вероятность заражения где-то в раз 50 выше, чем у обычного человека. Но сегодня эта инфекция в основном передается половым путем при гетеросексуальных контактах. И фактически среди всех выявленных в этом году, это где-то более 85% заражения произошло именно при гетеросексуальных контактах. И такая статистика пугает специалистов. Ведь такое количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией говорит не только о большом риске заражения СПИДом, но и о сломавшихся нравственных устоях в обществе. Нравственные принципы никто не отменял. И поэтому, ну, как-то, наверное, один половой партнер – это более надежно в жизни, чем вот такие беспорядочные сексуальные связи. Ну и даже если ты думаешь, вернее, если у тебя природа, так сказать, берет вверх, то, по крайней мере, сексуальные отношения надо, чтобы они были защищенными, если этот человек тебе не знаком. Во всем мире в этот день говорят о СПИДе, о том, какую угрозу существованию человечества несет глобальная эпидемия. Можно вспоминать и оплакивать тех, кто уже умер или смертельно болен. Можно говорить о масштабах трагедии. Но лучше еще раз задуматься о своем образе жизни и исключить возможность заражения СПИДом – вирусом, который не жалеет ни детей, ни взрослых. Мирослава Коваленко, Павел Малошонок, телекомпания БУК-ТВ. В минувшие выходные представители общественного объединения «Исторический клуб гарнизон» и Брестского областного центра молодежного творчества посетили Люблинское воеводство и Бяльский повят. Визит получился многоплановым, поскольку и цели были поставлены достаточно значимые. Центральным мероприятием стало посещение мест массового захоронения 120 тысяч солдат Красной Армии, замученных или расстрелянных узников фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Второй мировой войны на окраине города Бяло-Подляска. С подробностями Лариса Осмолович. Чтобы помнили и белорусы, и поляки, именно так можно обозначить основную цель визита представителей общественного объединения «Исторический клуб гарнизон» и Брестского областного центра молодежного творчества в Люблинское воеводство и Бяльский повят. И это уже не первая поездка. В течение семи лет брещане сотрудничают с группой энтузиастов, любителей истории из Бяло-Подляски, восстанавливая и облагораживая территории захоронений советских военнослужащих, замученных или расстрелянных узников фашистских концлагерей. Вы знаете, когда семь лет назад мы впервые начали здесь проводить мероприятия совместные, здесь практически не было видно границ этого захоронения. Вот уже было все заросшее лесом. На территории Бяло-Подляска находятся четыре крупных захоронения. Это Хусинка, Хола, Восшиница и Калилов, в которых покоится более 120 тысяч советских военнослужащих. То есть это большое количество наших воинов, которые погибли в страшных условиях плена на территории Польши. Здесь лежат 40 тысяч человек, которые отдали свою жизнь за независимость Польши, отдали за независимость. И очень важно, что несмотря на то, что годы уходят, молодежь, именно молодежь помнит об этом. И вот этот факт, то, что восстановлен памятник, который здесь нашли, скажем, деньги на это, и самое главное, нашли желание и волю этой молодежи, это очень важно и для нас, и для польской страны. Это говорит о том, что наши пограничные страны являются дружественными странами, являются молодежь и Белоруссии, и Польши помнят о прошлом и делают все, чтобы это прошлое страшное не повторилось в будущем. Представители делегации приняли участие в финальных мероприятиях по наведению порядка на территории памятника в местечке Калилов. Результатом совместных поисков работы на местности стало обозначение мест захоронения и памятников жертвам фашизма в окрестности бывшего концлагеря. 24 ноября состоялась торжественная акция по открытию восстановленного памятника 40 тысячам солдат Красной Армии и лицам из местного населения, им помогавшим, погибшим в нацистских застенках. Это место уже более 7 лет. Мы опекаем, проводим здесь трудовые акции вместе с ребятами из военно-истреческого клуба «Гарнизон». И приятно, что нас поддерживают местный союз сельской молодежи Польши, Гмина Белоподляска, руководство Бельского повета. Нам удалось установить здесь на этих захоронениях кресты православные, католические. Осенью были проведены ремонтные работы и вот сегодня торжественное открытие нового отреконструированного памятника, который, я считаю, олицетворяет нашу общую историю, нашу общую память. Это человеческая обязанность, это наш долг перед теми, кто погиб здесь. Этот памятник символизирует общность наших людей в страшные годы войны. 120 тысяч человек похоронены здесь, безымянные люди, родственники которых не знают, где их могилы. И наша обязанность – долг поляков помнить о них, заботиться о местах захоронений, ведь и за могилами наших соотечественников, погибших где-то, тоже заботиться. В рамках визита прошли встречи с представителями молодежных общественных объединений, руководителями учреждений культуры и дополнительного образования с целью установления контактов и обмена делегациями в рамках транграничного сотрудничества. Участники встречи посетили городскую библиотеку города Белоподляска, расположенную в историческом здании замка Радзевиллов. Во время знакомства с работой научного отдела учреждения гости смогли увидеть интересные исторические артефакты, а также современный центр архивирования исторических документов и создания публичной электронной базы литературных и научных источников. В планах руководства библиотеки совместно с Брестской стороной выпустить книгу о местах расположения захоронений советских военнослужащих, замученных или расстрелянных узников фашистских концлагерей. Мы имеем планы издания книги в ближайшем будущем. И планы такие, чтобы книга вышла и на польском, и на белорусском языках. И очень хотелось бы организовать встречу в Бресте с читателями, а также с людьми, которые по сей день не знают, где похоронены их предки. Мне кажется, эта книга их заинтересует. Приятно удивил делегацию мультиобразовательный центр, включающий игровые комнаты и интерактивное пространство для дополнительного образования учащихся и развития их творческих способностей и интереса к современным наукам. Вызвали интересы залы для детей и молодежи библиотеки, являющиеся логичным продолжением интерактивного пространства мультицентра. Хочу рассказать о сотрудничестве с Джекушем Симаковичем, который инициировал также эти мероприятия. Совместно с Центром молодежного творчества с Брестом мы планируем подписание совместного соглашения, планируем обмен делегациями, совместные творческие мероприятия. И это мы планируем сделать в декабре этого года. Хотим сотрудничать с местной библиотекой в Белоподляске, городской библиотекой и Центром молодежного творчества в Бресте. У нас много есть совместных наработок, мыслей о перспективах взаимного сотрудничества. Лариса Осмолович, Павел Малошонок, Александр Макаревич. Специально для программы «Итоги недели» из города Белоподляска. Это были «Итоги недели» на БУК-ТВ. Смотрите нас в эфире в 19.40.22.50, утром в 7.15 и на нашем канале в YouTube. Если возникли вопросы, которые не удается решить самостоятельно, если есть интересные события, факты, о которых вы хотите рассказать, звоните на горячую линию по номеру в Бресте 54-63-67. Мы вас услышим. А прямо сейчас о погоде на ближайшие дни декабря. Уже декабря. До Нового года остался ровно 31 день. Ждем чудес и готовимся к празднику. Я, Виталий Матюшин, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 1 декабря наша республика будет находиться под влиянием прохладных неустойчивых воздушных масс, поступающих со Скандинавии. Облачная без осадков погода ожидает брещан в первый день зимы. Ветер западной четверти, умеренная температура воздуха в течение суток составит минус 2 градуса. 2 декабря ночью сохранится влияние неустойчивых воздушных масс. С утром и днем погоду будет формировать фронтальный раздел, смещающийся с Балтийского моря. В Бресте будет облачно, в ночное время возможен кратковременный снег и голорядица на дорогах. До минус 2 градусов мороза прогнозируют синоптики в ночное время до плюс 2 днем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова